привет друзья мы с вами находимся в городе королев сегодня 16 сентября воскресенье проводится традиционный забег королевский марафон уже 42 год подряд на год на год старше чем я этому забегу а сама город празднует 80 лет так что так получила стартовый номер у меня будет 67 на этот раз ну как обычно мешочек смотрим что дали скидка 35 процентов и всякие всякие вкусности всякие вкусности это это для потоотделения и всякие батончики 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 то что я особо и не ну ладно пригодится раздам кому-нибудь так что так сейчас посмотрим гонка будет проходить в полтора круга на 42 километра для 21 попроще они считай бегут вдоль лосиного острова по небольшой дуги изгибаются и на там на 11 километров там разворачивается мы же получается бежим в конце разворачиваемся километров еще пять пробегаем опять разворачиваемся опять бежим 5 километров разворачиваемся и бежим уже на финиш там 15 километров вот такая вот нехитрая трасса но зато вдоль лосиного острова будет красиво кислород природа другой вопрос что через два дня через два часа намечается ливни яндекс погода говорит так что может быть мы попадем небольшой ливень такой конкретный потому что там он такой черный обозначен сейчас вот начинают бегать дети как раз 10 часов времени я тоже сейчас пойду разомнусь хочу пробежать пару километров поднять пульс потом сделал динамическую растяжку вот за это время пока детишки побегают вот и уже где-то в минут за 15 за 20 уже пойти закончить разминку и пойти стартовый кредо я дубль пять что набегался поднял пульс пару километров пробежал ну один на вижу я отойди не мешает детишкам чемпион о какой и чемпионка среди женщин молодцы давайте вот так с помощником давай 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 без помощи не все справляются но главное участие и я не хочу бежать что ли или чего он а кто хочет оставлять или я не хочу медали не раз слышала наоборот на примере родителей надо опыт показывать о какой единорог то бежит давай давай единорог вперед уху лошадка ну кто то вот так вот вот чемпион такой еще один чемпион молодец 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 вот это вот это вот я сам я так понимаю один круг ну малыша бежит вот еще не всем но там кристина и дальше завтра продолжаться ещё одна чемпионка Молодец! Давай, умница! Он еще ходить-то только научился, а уже чемпион. Это она, простите. Она, видите, какая сладкая. Давай, беги. Скоро дождь пойдет. Давай быстрее. Она отвлекается. Пойдем, не будем мешать человеку. Вот сейчас у нас бегут детишки постарше. Давай, молодец! Такие все серьезные, боже ж ты мой! Умнички! Вот, тут все пошустрее, покучнее. Молышня постарше. Стартовые ворота не смонтированы. Вот такая вот колпа, все вперемешку. Снова, кто как побежал, не манят. Поясы стоят в лобде. Здесь стоит на 34, 329 где-то там сзади. 429 тоже вон перед 329 стоит. Шарики одинакового цвета, что на 21, что на 42. Могли бы с двух сторон поставить номер. Кстати, да. Стоит два шарика, а не... Нет, могли бы сделать синенький на 21, а летовый на 42. Это было шарики. А может, в этом и небольшой. А тут еще и 10. Это еще и 10. И не разберешь, где какой шарик. Ну сейчас будет жесть. Ну надеюсь, они... Побыстрее же так погибут. Ну да. Еще мне больше всего нравится, что вот это въезд то ли в больницу, то ли в скорую помощь. Тут скорые придираются через толку. Это очень оригинальное решение. Готовы? Ну все. Удачи! Так называемый стартовый коридор. На коридор так не очень похоже. Похоже просто. По стартовых пуль. Поделаем. Пойдем. У нас нет. Не забывайте, что мы сдем вообще вас на филище. У сдем вообще с Винтикмирем дорогие наши отношения. Возвращайтесь. Мы там. Уже начали наводить пиночную кашу, воду и оставить вкусняшки о вашем узбесечении. Ну пойдем начать. Детенок на самокате прям в толпе. Мне кажется, стоило толпу бы все-таки сначала пропустить. Так что, люди, я сама люблю сопровождать атлетов. Не имейте совесть, а? Как-то присоединяться к толпе там, где уже рассосались все. Шарики вообще-то весело. Пейсы в виде шариков мне понравились. Какая веселая там толпа. Ну, надо будет паркеты фиксировать. Ну, собственно, вот. Мы сейчас на стадионе. Здесь финишируют, видимо, 10-километровые дистанции. Все время 12 часов. Прошел час. С момента старта прошло буквально пару минут и взлил линий. Поэтому подойти ближе к стадиону я не могу. Иначе намокнет стабилизатор и опять сломается. Вот. Я должна была сопровождать Андрея на велосипеде. Но испугалась такого дождика, потому что я болею. Так что, к сожалению, на дистанцию мы пока не поедем. Может быть, попозже, когда дождь окончится. А пока я и так не заняла удобную позицию. Бегала тут пока по лестнице, чтобы согреться. Вверхами стопочки поделала. И там сейчас вижу, вроде бы Андрей бежит. Ага. Сильно можно быстро добраться на встречу. И потом срезать пульт по стадиону, чтобы срезать на финише. Ой. Вот у меня дождевик. Стопьте. Ага. Куку! Ты жив? Я люблю брючок. Да, давай. Я пошла на финиш. Ну а теперь Давай быстрей А то камера намохнет Иди, иди сюда Иди обнимай, иди поцелуй Убивитель мой Да, водичка что-то еще, ладно Я камеру пока выключаю, чтобы не могла Вот и окончился мой марафон Самый мокрый из всех твоих марафонов Самый мокрый, да Как начался дождь Через минуту после старта Так и продолжался всю дорогу И сейчас продолжается Прошел я его за 3.43 Я не знаю, рекорд, не рекорд Но близко к этому, к моему личному рекорду Я потом посмотрю 3.47 что-то было как-то Ну уже лучше Потому что у меня пейс на 3.29 уже обогдал На 27-ом километре А до этого на 21-ом гонял Он тут прибежал в нужном одиночестве Никого с ним не было Конечно, начало было сумбурно Вот это вот количество народа Все шарики, не пойми Кто куда там Кто как бежит Тем более 5, 10, 21 42 бежали все И очень сложно было встать Я решил встать пораньше и идти Трасса приятная, хорошая Везде асфальт прям зеркальный В каких-то местах Прям мягенький Хорошо, в каких-то твердых Прям чувствуется, как мягкость асфальта хорошая Бежалась Ну хорошо, да Если было бы жара, было бы хуже Хотя там сплошные деревья С двух сторон До Щелковского шоссе идет И поэтому Там был бы тенетик Встретил Дмитрия Ерохина Но он почему-то на 21 бежал Это у нас ультрамарафонец Он там очень много ультрамарафонов сделал И главное, и Юрия Галкина Встретил на 42 Он меня обогнал Еще в районе 30-го Километра Вернее, я его Никак не смог догнать Он шел впереди меня на 500 метров Ну, естественно, я потом вздулся Он, наверное, не знаю, пришел Чемпион мира По Суточному бегу Старше 60 лет Он выполнил нормативы Буквально месяц назад Мы были на суточном беге с ним Ну, легко Я Не то, чтобы я не напрягался Я старался Ничего там себе не травмировать Потому что у меня через Ох Икра ножны Надо как следует растянуться Я сейчас немножко подрастянулся Но недостаточно Через неделю у меня Полная дистанция По триатлону в Сачах Не хотелось бы травмироваться Поэтому Неделя будет активного восстановления Нет Может, бегать не буду Больше буду плавать Растяжка, валики Сауна Чтобы подойти Ну, думаю, еще сутки поголодать Нет, на шаг ни разу не переходил Меньше 9 километров в час не бежал Что еще хотел сказать В лесу Когда тучи сгустились GPS люканул То бежал я 12 километров в час То бишь 5 минут на километр А потом смотрю, бегу по Чуть ли не по 7 минут на километр Это 9 км в час Думаю, что такое? Что за фигня? У ребят спрашиваю Говорят, не, нормально Все это просто GPS там тучи закрывает И глючит А я не знаю, как бежать Я не по пульсу Но я хочу держать ровную дистанцию Чтобы прошли Пройти это все дело 30-го нет Я удивился Ничего не было Все нормально Хорошее питание Питался я каждые 7,5 километров После 30-го начал питаться пораньше Все, ребят Все, счастливо Занимайтесь спортом Увидимся на стартах